Добрый день, это передача «Мягкая сила», я Мария Мавакян и гость нашей передачи, член попечительского совета фонда Freedom for Artsakh, госпожа Лариса Аракелян. Добрый день, госпожа Аракелян, спасибо, что приняли мое приглашение. В конце сентября этого года Парламентская ассамблея Совета Европы поставила на обсуждение проект резолюции, который подготовил председатель комиссии по беженцам, по внутреперемещенным и мигрантам. Как ни странно, там вообще ни слова о беженцах армянской национальности из Азербайджана. Какие еще вопросы вы бы хотели, чтобы в проекте резолюции были подняты? Ну, во-первых, добрый день и спасибо, что пригласили на передачу. Хотя бы будет возможность донести до беженцев из Азербайджана, армянского населения, о том, что, скорее всего, нам надо сконсолидироваться для того, чтобы наш вопрос, вот эти лишения, которые мы прошли, был все-таки поднят. Потому что, как вы заметили, на самом деле был принят проект резолюции, который рассматривался. И по вопросам беженцев, вот что больше всего меня и беспокоит, это то, что везде, на всех совещаниях, и ПАСЭ, и ОБСЕДИ, и Минская группа, везде обсуждаются беженцы-азербайджанцы из Нагорного Карабаха, из Армении, но нигде не указано о беженцах армян из Азербайджана. И меня это больше всего поражает. Я считаю, что это надо включить и в ПАСЭ, и также обратиться в Минскую группу, чтобы этот вопрос был поднят. Так как, если вы помните, то вопрос стоит о том, что референдум должен опять произойти, это о статусе Арцаха. А для того, чтобы он заново проходил, естественно, будут приглашать возвращаться на эти территории и азербайджанцев, которые там проживали, а может, и уже не проживают, потому что большая часть не хочет возвращаться. И, соответственно, карабахцы-армяне должны будут вернуться на свои территории, чтобы провести этот референдум. То есть и армяне, и азербайджанцы. В данном случае, если в ПАСЭ, в резолюции, в проекте написано о том, что 650 тысяч азербайджанцев должны вернуться, то, простите, а что же по поводу армян? И только из одного Баку выехало 390 тысяч. Это вы говорите по переписи населения? Да, по переписи населения. Это те факты, которые практически фиксируются и в ООН, и везде. Мы говорим только об одном Баку, если взять, да? А 18 тысяч, по-моему, из Сангаида. То, что они зафиксировали, что якобы проживало в Сангаиде 18 тысяч армян. Я думаю, что цифры были все-таки намного выше, они занижены. Но в любом случае, даже эти цифры, они достаточно высокие. И не учитывать интересы армян, то есть полностью игнорировать армянское население Азербайджана, которое перетерпело практически геноцид. Я считаю, что это неправильно, и считаю, что мы должны поднять об этом эту тему и говорить об этом достаточно громко. И я не понимаю, почему армянская сторона не подала эту тему армянских беженцев 1988-1994 года. Я просто не понимаю. Я понимаю, что в ООН рассматривается только все то, что происходило после того, как мы вступили, ну, Армения вступила, по-моему, насколько я помню, в 92-м году в ООН, а Азербайджан в 96-м. То есть мы как бы не имеем права через ООН предъявлять претензии по вопросу беженцев, потому что Азербайджан вступил позже. В конвенцию тогда он не учитывал. Но мы можем предъявить ПАСЭ, ПАВЛАМИНСКОЙ АНСАБЛИ, эту претензию по поводу армян, беженцев из Азербайджана. Вот эта тема, я считаю, в данном случае основная, потому что Азербайджан-то поднял именно беженцев 91-94-го года. Лариса, в этом проекте, значит, говорится о двух конфликтах, о двух военных ситуациях 1991-го года и 2020-го года. И когда вы читаете проект, вы там не видите, кто начал войну против кого. То есть не видно, кто агрессор, кто жертва. Дело в том, что в этом проекте, в сущности, выставляются вопросы претензий сторон. Тут в данном случае не обсуждается, кто первый начал войну. Обсуждается, какие темы, какие вопросы ПАСЭ должно решить. И каждая сторона должна представить другой стороне факты. Потому что это всего лишь пока что проект резолюции. То есть это еще не принято резолюции. То есть это идет еще пока рассмотрение. То есть с нашей стороны, как раз на этот период пока рассматривается, пока изучается этот вопрос, мы должны предоставить факты. Может, тогда, когда мы предоставим факты, и то, что все-таки Азербайджан вышел из Советского Союза, состава Советского Союза без Арцаха, оно будет все-таки учтено, если мы предоставим конкретные факты. То есть я считаю, что пока проект в работе, мы должны предоставить достаточно много фактов. И по поводу того, что мы мирным путем, то есть Нагорный Карабах мирным путем собирался выйти из состава, ну, согласно Конституции, да, СССР еще выйти из состава Азербайджана, что он и сделал с помощью референдума, который, правда, не принимается в ООН пока что. Но если мы будем все-таки приводить факты и доказать документальные факты и настаивать на этом, я думаю, что в итоге мы сможем добиться этого. Потому что, опять же, народ Нагорного Карабаха мирным путем при полном практически 87% проголосовало за выход из Азербайджана. Из состава Азербайджана. Из состава Азербайджана, да, практически большинством голосов. А если слушать еще и Путина, то, в принципе, государственных границ не было. Значит, можно сказать, что Арцах вышел не из Азербайджана, а вышел из Советского Союза. По логике президента Российской Федерации. Но, Лариса, я еще одну вещь хочу сказать. Я не совсем согласна с тем, что Пасе как бы в своем проекте показывает ущемленные стороны. Но Пасе должен был показать еще причину ущемления этих сторон. Вопрос в том, что Евросоюз помог после 20-го года войны и Армении. 10 миллионов, да? И столько же Азербайджану. Вот как-то странно получается. Начинает войну Азербайджан, при том нарушая все принципы минской группы. А минская группа — это европейский формат. И после этого Евросоюз решает помочь и армянской стороне, и азербайджанской стороне одновременно и однозначно. Как-то опять, то есть как бы Европейский Совет защищает Азербайджан от статуса агрессора, что ли? Это, извиняюсь, это раз. Во-вторых, неоднократно, значит, во время сумгайской резни, бакинской резни, вся Европа кипела. То есть Европа выступала против этой резни, призывала Советский Союз защищать права армянской национальности в Баку и Сумгайте. Как ни странно, после 1991 года, когда уже Советского Союза нет, не было, какие-то ограничения поставили, я вот не знаю, из каких центров. Москва ли это, или Европа, или Америка, или Турция со своими шупальцами, она же всюду, она и даже в минской группе, да, Турции. Они поставили такие ограничения, что нигде не звучало ни о резне в Сумгайте, ни о резне в Баку, в Кировабаде, ни о беженцах армянской национальности из Азербайджана. Давайте я тогда по очереди отвечу на ваш вопрос. Вот вы подняли вопрос о том, что первое, это... 20-й год. Нет, то, что, да, по поводу 20-го года, то, что вы делили финансирование. Да. Вы делили финансирование, вы не забудьте о том, что... Это гуманитарная помощь. Это гуманитарная помощь, но дело в том, что 7 территорий, да, там... Они имели в виду из-за Гянджи. Да. Мол, мы так разрушили Гянджу, что они вот вынуждены помочь Гянджу. А что это была защитная реакция, в ПАСЭ об этом ни слова не говорит. В ПАСЭ пока это не может решить, потому что этот вопрос будет решать, кто на кого напал, Гаагский суд. Потому что все-таки подали этот вопрос. Почему? К этому вопросу очень аккуратно надо подойти, потому что это может вызвать очередной взрыв, начало войны очередной. То есть, повторение или... Гуманитарная помощь выделена в основном Азербайджану на территории, которые были нашей буферной зоной. Когда мы... Извините, но я вынуждена буду сказать, когда мы оккупировали азербайджанские территории, как Физулинский район. Я понимаю, что это когда-то был Карабах, да? Это не когда-то было, это в 21-м году, 5-го июля подарил, ну, не Сталин, но, по крайней мере, РК, этот, большевистский коммунистический партий. Да, они взяли за несколько часов и подарили Азербайджану. За одну ночь подарили Азербайджану. Но, так же, как и Нахичевань, мы же сейчас о Нахичеване не говорим, что... Верните нам Нахичевань сейчас. Мы говорим о той территории Нагорного Карабаха, в котором проживало большинство армянского населения, которое там оставалось до сих пор. И, согласно вот именно этой карте, да, вот что Физулинский район, там, Кельбаджарский, Лачинский, вот эти территории, на эти территории выделены деньги. И мне показалось только для Гянджи. Я по проекту. Я проект даже напечатала, принесла, да. Насколько я знаю, им выделили, потому что именно на эти деньги аэропорт Физули был построен, именно на эти гуманитарные деньги. Не инвестиции. Никто пока не инвестирует на эти территории, и даже на Карабах не инвестирует. Кстати, если вы заметили, то Алиев абсолютно в Карабахе, кроме Шуши, то есть в самом Шуши и Гадруте, там, в Гадруте они практически что-то там ломают, что-то пытаются сделать, но такого строительства нет. Только в Шуши строится, потому что... По какому праву? Ну, если бы в проекте резолюции Пасы было бы, что в 2020 году была агрессия со стороны Азербайджана, уж точно бы Алиев не посмел бы на Шуши что-нибудь там ломать. То есть он понимает, что он остается так же безнаказанным, как и его отец, который зачинил и сумгаицкую резню армян, и бакинскую резню армян, и в Кировобаде. То есть он уверен, что... Он получает поддержку, он получал поддержку. Но если вы заметили, после сочинской встречи эта поддержка уже ослабла. И сейчас то, что Алиев выступает о том, что тема Овцаха, статус Овцаха, это не обсуждается. Он говорит для своей публики. Вы не забудьте, 20 тысяч почти что военных погибло на территории Карабаха в 2020 году в войне. Цифры разные звучат. Ну, по последним данным около 20 тысяч. Они скрывают, внутри страны не скрывают, они дают намного меньше цифр. Вы же знаете прекрасно, что Алиевы любят фальсифицировать документы. То есть он так же, как Гейдар никогда в Отечественную войну, Вторую мировую, он никогда не участвовал. Он прятался где-то в Нахичеване. Но однако же по документам он воевал. Он герой этой мировой войны Второй. То есть с фальсификациями документами у них все в порядке. То же самое они фальсифицируют сейчас. Очень много в своей стране. То есть если посмотреть вот это поколение, ну я родилась в Баку, да, то поколение, которое в моем было, и мы жили когда-то, такого вот такой ненависти, такой усугубленной ненависти не было. Сейчас же вот это молодое поколение выросло на тех учебниках, в которых написано, что Азербайджан не с 18-го года был создан, а намного раньше и тысячелетиями он там был. То есть и о том, что это вообще-таки Азербайджан, это совокупность многих народностей, об этом вообще не указывается. Мы-то знаем, что там очень много народностей. Вот. И, естественно, Алиев то, что сейчас выступает о том, что статус Арцаха, то есть Нагорного Карабаха, решен, то есть он в Азербайджане остается, все это он транслирует для своего народа. Потому что оппозиция, ну, вы наверняка знаете, что оппозиция сейчас подумает. Да, ее пытаются задавить, ее пытаются уничтожить. Под предлогом ковида всех заставляют сидеть дома, никаких демонстраций, ничего не разрешается. Но, с другой стороны, из-под России вопрос, то есть единолично Россия статус Нагорного Карабаха уже решить не сможет. И вот эта сочинская встреча, это был переломный такой вот момент для, во всяком случае, для Армении, для Нагорного Карабаха. Сочинская или Бруссельская больше? Вообще, какую разницу вы видите между Сочинской и Бруссельской? Вы знаете... Обе встречи трехсторонние. Да, трехсторонние. Но дело в том, что если Сочинской, я очень не хотела бы, конечно, говорить Россией, я буду говорить Кремль. Конечно, Кремль. Да, Кремль, потому что Россия все-таки, не надо забывать, что огромная часть населения живет, армянского населения проживает сейчас в России. Я там училась, общалась с русскими, отличный народ, добродушный, теплый. У нас к ним претензий нет, у самого народа претензий к нам нет, мы нормально, мирно живем. И вообще, мы же миролюбивый народ вообще-таки армяне, и то же самое они. То есть, я буду говорить Кремль. Если все-таки брать на учет то, что Кремль без Кремля Азербайджан никогда в жизни не подал, не начал бы войну в Нагорном Карабахе, то будем говорить о том, что во всей этой ситуации Кремль способствовал во всем и помогал Азербайджану. Не вступил бы Азербайджан в войну. И не выиграл бы. А то сейчас Алиев как будто сам себе доказывает, что он сам выиграл. Каждый раз показывает кулак и говорит, это у меня железный кулак. Это раз. Во-вторых, реваншисты армяне, смотрите, у меня еще железный кулак. Он сам себе уговаривает. Я думаю, и жена его знает, что у него не железный кулак. Я думаю, это все знают. Все знают. Только он сам себе уговаривает, что у него железный кулак и пугает реваншистов. Он сам боится. По ночам, наверное, армяне реваншисты придут. И что я сделаю со своими миллиардами? Где прятать? В Панаме прятят. И в Британии. И следующего принца растет, да? Вот как его отец вырастет такого урода принца, он вырастет своего следующего принца. И так далее. Вы знаете, меня больше страшит. Он-то временный. Он прекрасно это понимает. И сейчас то, что он пытается с Евросоюзом. Знаете, да? Что еще, по-моему, ООН выделяет по 80 миллионов Армении и Азербайджану. Бедный Азербайджан. Да. Но дело в том, что непонятно, как кредит выделяют или как грант. И вот сейчас идет... То есть армяне молчат, принимают то, что, скорее всего, могут принять и так далее. Но Азербайджан возмущается по поводу того, что он не хочет получать кредит. Ну, за кредит платить надо. Возвращать вдвойне. А грант, он же может отмыть эти деньги через шуши. Почему он усиленно строит шуши? Он прекрасно понимает, я думаю, прекрасно понимает, что шуши рано или поздно уйдет. Я больше чем уверена, что и Нагорный Карабах уйдет. Потому что статус Нагорного Карабаха не решен. Ну, вот вы спросили по поводу, какая разница трехстороннего договора в Сочи и какая разница в Брюсселе. В Брюсселе обсуждался вопрос Армении. Армении, а не Нагорного Карабаха. Тема Нагорного Карабаха практически не тронулась. Было только указано о том, что минская группа работает над этим. В минской группе есть Америка, которая сейчас, слава богу, после Трампа обратила внимание на саму ситуацию. И не прячется за ковидом. Вы же помните, когда война была полным ходом, Трамп решил отойти от этого вопроса, спрятавшись под тем, что у него ковид, и он болеет, и ни с кем не должен встречаться. То есть в данном случае Америка сейчас полностью участвует в вопросе Нагорного Карабаха и вообще территории Армении, как геополитической точки, чьи интересы запада, востока, юга, севера там схлечиваются здесь, перекресток всего. И, соответственно, Франция, которая по многим причинам заинтересована в том, чтобы на территории, будем говорить, и Нагорного Карабаха, ну, за Кавказе, будем так говорить, был мир и тишина. Почему? Потому что им нужна эта дорога, будем говорить откровенно, им нужна дорога, которая от моря до моря через Персидский залив Иран на Грузию, через Армению на Грузию и в Европу. Это безопасно. Армяне — миролюбивый народ, грузины тоже. Сейчас вот входят в НАТО, и плюс еще вдобавку грузины напрямую работают уже с Европейским Союзом. То есть для Индии и Китая это тоже очень выгодно, потому что, ну, это бизнес. Сокращение дороги через, одно дело, поставлять, поставки товаров через океан, забивают и долго, и финансово дороже. В то время, когда можно через Персидский залив. То есть и Европе нужны союзники миролюбивые, и Азии нужны это самое. Естественно, тоже союзники, где не будет ни войны, ничего, и товары не будут пропадать, исчезать и так далее. То есть сейчас для Армении, для Нагорного Карабаха самый лучший момент, ситуация, проиграть эту ситуацию в свою пользу. Это вы имеете в виду статус Арцаха? И статус Арцаха, и де-факто состоящегося республики, да? Абсолютно. И плюс еще, вдобавок, даже для Армении, стать государством, не вассалом, простите. Да, согласен. Это очень больно, это очень неприятно. И ущербно. И ущербно. Учитывая то, что IQ, я всегда говорю, IQ армянского населения намного выше, да, если взять другие народы. Я ни в коем случае не хочу как-то ущемлять другие народы и так далее, но вы же знаете, что у нас и в искусстве, и в науке у нас достаточно высокий уровень. То есть мы можем создать своим же интеллектуальным потенциалом, можем создать государство, помимо того, что у нас и воины очень сильные. Если бы не помешали бы. Так в том-то и дело, что надо стать государством. И вот сейчас вот этот вот момент, не упустить бы стать государством, выйти, я не говорю, надо заходить там в Европу или остаться, быть партнерами с той же Россией. Да, с соседями. С соседями, нормальные, партнерские, хорошие отношения. И те же отношения с Европой, потому что откроется эта дорога, выгодно для армян. Армяне-ремесленники прекрасные, они могут поставлять, производить. Почему мы должны, простите, но вот я заходила в магазины, производство турецкое. При всем том, что армяне производят намного лучше. Почему в Армении производство турецкой одежды продается, когда мы, почему во всем мире продается турецкая одежда, когда армяне могут лучше производить. Почему мы не открываем производство, мы все это закрываем, уничтожаем. Аграрную культуру полностью в Карабахе, по-моему, уничтожили. Если так, так нам надо стать государством. Вот сейчас самый такой момент, когда мы должны, ну как вам сказать, хитрой, наверное, поступить немножко или мудрости для того, чтобы Европа сейчас за нас как бы стоит. Из-за этой дороги, допустим, да, не потому что мы прекрасные и хорошие, но из-за этой дороги будем. И не только. Наверное, Европа сейчас замечает, что начиная от Среднеземнего моря и заканчивая за Кавказьем, христианское население уничтожено. Уничтожено руками, давайте скажем, Турции только одной, скажем, да. Европа понимает, что это баланс нарушен, и это приведет к катастрофе, и эта катастрофа не будет обходить Европу. Поэтому Европа сейчас должна остановить этот процесс и поддержать христианское население Армении. Я думаю, вот так. И не только христианское, вообще автохтонов Ближнего Востока. Это и езиды, и курды, и талши, и цахуры, и лесгины. Их надо ставить на ноги. Я думаю, Европа об этом начнет позаботиться. Ну, Европа сейчас и курдам помогает восстановиться. То есть и Америка, и Европа сейчас помогают. То есть тут, скорее всего, не столько религиозно, сколько миролюбивой страны. Потому что... Ну, и религиозно тоже, христианское религие тоже, ну и автохтоны тоже. Ну, посмотрите, кстати, вы хорошо это заметили, потому что Армения, как эта кость в горле у Турции для великого Турана, уничтожит Армению. И посмотрите, Азербайджан, Северный Кавказ, Средняя Азия, Туран готов. А Европа с 2013 года было массовое переселение якобы беженцев в Афганистан, Пакистан, Алжир. Переселение молодых мужчин в Европу. То есть Европу в единочасье можно уничтожить изнутри. Вот сейчас Франция стала закрывать мечети. Не просто так же, правда, потому что, наконец, они сообразили, что изнутри их уничтожают. Мечети, притом, это центры агрессивных настроений в основном. Это не просто мечети. Да, да, да. Это очаги, агрессии, террора. Они именно те мечети закрывают, в которых именно идет вот эта пропаганда и собрание вот этих вот не на молебен, а именно на подготовку вот этих вот террористических актов. То есть, в сущности, для Европы сохранить нас, это практически не позволить великому Турану выйти на эту арену. То есть, захватить и Европу, и Азию полностью. Я хотела следующую еще тему поднять по поводу решения ГАГского суда. Добилась ли Армения положительного результата по решению ГАГского суда? Ой, я считаю, что на первом этапе, потому что сейчас, как бы, вы же знаете, что и Азербайджан предъявил нам иск и подал против Армении. Почти с теми же, можно как бы зеркальное отражение сделать, есть с теми же претензиями, что дискриминация, уничтожение народа и так далее. И на первом этапе, я думаю, добилась очень многого. Хотя Армения предъявила там очень много пунктов, если читать весь иск. И то, что сейчас приняты временные меры, то есть это, что означает приостановка любой активности агрессивной против населения армянского со стороны Азербайджана. Потом этот же парк запретили использовать какие-либо армянские атрибуты и архитектурные ценности наши не имеют права прикасаться сейчас. Любое движение, кстати, насколько я знаю, мониторит сейчас со стороны армянская сторона, мониторит вот эти вот наши... Культурные ценности? Культурные ценности. То есть все памятники, все эти сейчас под наблюдением наших... Это очень сложный вопрос. В Кашатаре столько хачкаров, столько церквей, как наши будут мониторить? По спутнику? По спутнику, да. Мониторят, и любое движение после решения Гаагского суда, это будет уже предъявлено против Азербайджана, за что он должен будет... Хотя, если вы обратили внимание, если вы читали весь Гаагский суд, и то, что апеллировал азербайджанцы, они возмущались по поводу того, что вот мы хотим... Мы начали реставрировать для армян вот эти... Газачи и цуц. Да, и не только этот самый, но и другие церкви и так далее. Синичные, да, они? Но типа армяне нам не позволяют это сделать. Мы-то хотим для вас реставрировать, а вы нас останавливаете. Вот этим судом вы пытаетесь нас остановить от реконструкции. Естественно, мы понимаем, что они уничтожают надписи на церквях и так далее. То есть после этого суда они не имеют права ничего выпускать. И вот, как вы вначале отметили, что шла полная пропаганда и в школах, и в детских садах, ненависть к армянам. Сейчас это все запрещено. Я считаю, что это успех на первом этапе прекрасный. Потому что это пока временно. Сам суд еще будет, скорее всего, продолжаться. И будет продолжаться. Потому что пока что приостановили все и армян, и азербайджанцев, потому что они предъявили нам то же самое, от каких-либо агрессивных действий. Что очень хорошо, потому что тогда мы сможем подготовиться. И вот, как вы заметили, Азербайджан же утверждает, что даже в 2020 году мы напали на них. Это глупо. Это у него бред. Блефом далеко он не пойдет. Тем более сейчас, по-моему, армянство проснулось. Она, кстати, во всем мире проснулась давно. Да, чтобы Илхам дальше продолжал блефовать. Пусть он блефует у себя в Азербайджане. Поэтому они утверждают, что войну в 2020 году начали армяне. То же самое они говорят и в 1991 году. И даже в Сумгаид говорят о том, что вы же знаете, по документам они показывают о том, что, опять же, фальсифицировано. Но для того, чтобы суд это решил, они должны провести... Любой суд, вы знаете, это долгий процесс. Это доказательства. Оппоненты должны показать друг другу факты. Только на фактах. Вот если мы сможем доказать на фактах, и как раз Гаагскому суду, потому что это будет продолжение еще, если мы сможем доказать, что все-таки на нас напали, то ты там в пользу. Лариса, у нас материалов для доказательств очень много. При этом в основном это свидетели, так называемые азербайджанцы. Не знаю, они Талкши, Лезгин или кто. Вот сам же Муталибов свидетельствует, что в 1991 году... Это он дает интервью в 2017 году осенью, по-моему, в ноябре или в декабре. И он там говорит, мы не могли упустить эти земли арцахские. Мы вынуждены пошли в 1991 году на войну. Или же возьмем четыре резолюции ООН 1993 года. Во всех четырех резолюциях видно, что призывает какие-то армянские вооруженные формирования, и Азербайджан призывает остановить военный конфликт. Естественно, государство с какими-то формированиями. Пусть они читают Казимирова. Вот тот же Гаагский суд может спокойно читать Казимирова, там прояснение, кто был агрессором. Про Сумгаи тоже многие азербайджанцы дали свидетельство, как варварски, как по-животному отнеслись к своим же гражданам армянской национальности и так далее. Насколько я знаю... Даже Ходжалу. Фактов полно. Я, кстати, про Ходжалы хотела сказать. Как они уничтожили. Муталибов же говорил, тоже подтверждал о том, что в сущности Ходжалы это не армяне устроили. И в 17-м году то же самое говорится. Но сейчас он отказывается. Нет, в 17-м году его интервью у меня есть. Я могу дать и даунлод этот фильм, и линк могу интернетовский дать. Он там говорит, как я мог противостоять Ходжалунической трагедии. Ведь надо было, чтобы меня убрали из власти. И они, говорит, все делали. Вот так и говорит. Они все делали, чтобы пролилась кровь. И много крови, чтобы пролилась. Вот о чем он свидетельствует. И даже Дана Мазалова там дает снова. Перед смертью она, по-моему, огромное интервью опять дала. Что она свидетельствует о том, что и Чингиз, и Муталибов, все они дали свидетельство о том, что Агдамская трагедия, которую они трансформировали, как Ходжалинская трагедия, что это сделано руками тех же так называемых азербайджанцев, чтобы свалить Муталибова. Да, вот в том-то и дело. То есть Муталибов говорит, надо было, чтобы мне свалили. Это он об этом говорит в 2017 году в своем интервью. Потом он стал отказываться, потому что ему надо было вернуться в Азербайджан. Но он уже был в Баку. Но вот эти факты надо тогда предоставить суду. Кстати, я это все преподнесла ребятам, чтобы они знали, что сами же так называемые азербайджанцы говорят о том, что Агдамскую трагедию реализовали сами же азербайджанские власти. Не кто-нибудь, а именно власти. Вы знаете, что у нас плохо у армян? Азербайджан на протяжении многих лет пропагандировала. Везде, всюду устраивали выставки. Они хорошо в этом смысле работали. Ходжалы, они и выставки. Правда, они фотографии армян выставляли, думаю, что это известные фотографии, где армяне воины были. Они выставляли, показывая, что это азербайджанцы. На одной из таких выставок, конечно, был скандал. Это в Германии, по-моему, был. Сейчас уже не помню, кто автор. Но это очень известный французский фотограф. Сакис Хацпанян. Да, да, да. С азербайджанка бабули. Они в армянку сидят. Это же известная фотография, которая прошла по всему миру. И все это знали. И вот азербайджанцы ее выставили как свою. Что это азербайджанец, вот, армянку спасает и так далее. Но на этом, конечно, произошел скандал. И после этого, правда, вот эти выставки прекратились, потому что армяне Европы подняли, потому что это в Германии было, армяне Европы подняли вопрос, почему, по какому праву, факты, которые происходили с нашей, с армянской стороной, были выставлены как, что это, ну, это же очень милюбивая фотография. Очень известная. А показывает, что вот... Да что, даже надо быть тупым, чтобы подобную фотографию выставить. А перед ними ничего не стоит. И при том, это французский армянин, да, это не армянский армянин, у которого возможности меньше. Не Сорбон закончили мы здесь, а он там Сорбон закончил с Аркесацпанян. То есть он известный был в своей деятельности. И тут же эта фотография была заметна. Надо быть истинным азербайджанцем. Чтобы это вот сделать. Так в том-то и дело, что они ни перед чем... Понимаете, вот один вот этот момент показывает то, что они ни перед чем не стоят. Они пропагандируют везде и всюду вот эту вот пропагандируют то, что армяне-агрессоры нападают, уничтожают их. И, кстати, вот на этих выставках очень много фотографий наших карабахских деревень, которые... И той визни, которую они устраивали. Даже Сумгат. Но представлено со стороны, что это вот с ними происходило, это их уничтожали и так далее. Наши же армяне ничего этого не делали. Лариса, удивительно, да? Армяне себя вырезали в Сумгаите, потом в Баку, в Кировобаде. В результате в Сумгаите ни одного армяния сейчас нет. В результате в Баку армян нет, в Кировобаде армян нет, на Хачеване армян нет. Странно, да? То есть до чего они до сих пор остались людоедами по сущности, да? Что они могут сказать, что армяне сами себя, а в результате эти территории они отдали каким-то кочевникам, наследникам Акуниулы и Каракуниулы. Ведь странно, нет? Ну, к сожалению, к сожалению, к огромному сожалению, это огромные политические игры крупных стран. Вы же знаете. И они всего лишь инструмент? Вряд ли. Мы все инструменты. Если так взять. Посмотрите. Из нас людоедов сделать, это невозможно. Вы понимаете, вы живете в Армении, вы живете как бы среди армян и так далее. Выйдя за пределами, за пределы этой же Армении, или Азербайджана, да? Оттуда смотрят совершенно по-другому на эту ситуацию. Они не могут понять. Ну, вы же, типа, соседи, вы же можете жить дружно. Но Англия с Францией тоже всю жизнь воевала, если так сказать, да, по истории. То есть, что я хочу сказать, то, что мы знаем внутри страны, да, в Армении, там, пусть, или мы бакинские, то есть я бакинская армянка, я, как бы, живя в окружении бронетранспортеров, естественно, я знаю, кто на кого напал и когда это все происходило. Но за пределами не знают. Это все надо доказывать. Это все надо... Вот, насколько я знаю, вы собирали когда-то и свидетельские показания, и это самое... Вот это все надо вытащить, поднять, ткнуть в ту же Европу, в ту же Америку, и тому же Кремлю. У нас факты. Вот, пожалуйста, это человеческие факторы, и это писали люди, которые кто-то, возможно, уже не жив, а кто-то еще жив, и вы можете у них конкретно спросить. Вот только таким образом мы на суде сможем доказать о том, что Азербайджан напал на нас, мы совершенно миролюбиво, мы миролюбиво вышли из состава СССР и состава Азербайджана, ну, как бы состава СССР, как бы, получается, немножко там по конституции, не совсем вышли, но это, как бы, решаемый вопрос, сам факт, что армяне хотят статуса независимости того же Арцаха, и опять же, по какому праву Азербайджан заходит в Сюник и требует эту Зангизурскую дорогу, кто они такие вообще, в принципе, кто им сказал, что Армения-то суверенна, почему Кремль молчит и закрывает глаза, куда смотрится 102-я военная база, которая согласна договору 92-97 года, любое нарушение со стороны третьей страны, там границ армянской территории, то есть военная база должна, то есть это российская военная база должна защитить эту территорию Армении, потому что она здесь находится на содержании Армении, то есть почему все это вот не учитывается, я опять же говорю, Кремль, и для того, я считаю, что наша борьба не закончилась, мы должны вот сейчас как бы собраться, я насколько поняла, в Европе все-таки есть движение армянских общин, они работают в этом направлении с местными властями для того, чтобы статус Арцаха все-таки был решен, и также геноцид армян 15-го года был поднят, а я считаю, что мы еще должны поднять вопрос геноцида армян на территории нынешнего Азербайджана. Да, абсолютно. Вот смотрите, после 20 января 90-го года, было закрытое заседание в Верховном Совете СССР, где обсуждали ситуацию в Баку, и естественно, там огромный материал, потому что Советский Союз все еще был, и там набран огромный материал, что происходило вообще не только в Сумгаэте, но и в Баку, когда вырезали армян. И причина того, что 20 января 90-го года уже советские танки оставили прямо трупки на улицах этих зачинщиков, людоедов на улицах Баку. И естественно, что там фактов много, не случайно, что во время войны 20-го года вдруг президент Российской Федерации напоминает о том, что этот конфликт не территориальный, что это межэтнический конфликт. Вы должны помнить об этом. Мало того, президент Российской Федерации говорит, что был сумгаид, где плохо отнеслись к армянам, потом плохо отнеслись к армянам в Карабахе. Власти не поддержали армянское население. Они взяли оружие и получилось то, что получилось. Это примерно, я сказала слова президента Российской Федерации. То есть, когда им выгодно, когда им на руки, они все эти факты поднимут и докажут Азербайджану, как Гейдар Алиев ввел все население Азербайджана на людоедство, буквально в Баку, и в Сумгайде тоже. То есть, это как смотреть на это. То есть, фактов много. Если Кремлю будет выгодно, они используют. Но главное, чтобы мы это использовали. Потому что, вот против Ходжалы, скорее всего, Агдамской трагедии мы должны поднимать. Мы должны поднимать Сумгайскую трагедию. Мы должны поднимать Бакинскую трагедию. То есть, обо всем этом мы должны говорить, поднимать и доказывать, что это и есть продолжение геноцида армян 15-го года, что это отдельный фрагмент этой большой трагедии. И последний вопрос. Нам говорят, что времени мало. Как вы оцениваете усилия Европы и России по урегулированию конфликта? Если смотреть по последним событиям, которые последние события я имею в виду 20-й год и даже саму войну, то я считаю, что в данном случае то, что Европа заинтересована в работе с Арменией, существовании Армении на этой территории. И с регионом вообще, по-моему. И с регионом, да, полностью с регионом вообще, то мы вот должны воспользоваться этим моментом и начать работать с Европой вплотную. Я ничего не имею против России, но я против Кремля, который пытался задушить нас. То есть, как вам сказать, вот не задушить, Кремль не в интересах Кремля отпускать Армению из-под контроля. Или же дать развиваться Армении как надо. Как государству. Почему? Потому что тогда теряется контроль над этой территорией и манипулировать, простите, но это так и есть, манипулировать тем же Азербайджаном он не сможет, потому что до этого времени, все эти 30 лет, простите, Кремль манипулировал двумя этими странами. Если какая-то страна пыталась выйти из-под контроля Кремля, то моментально поднимался вопрос Карабаха. Типа, Карабах мы статус решим и он перейдет армянам. Это если Азербайджан не подчинялся. Азербайджан так и не уговорили вступить в ОДБК. Я думаю, что эта война где-то, то есть подача Нагорного Карабаха на тарелочке, на блюдечке для того, чтобы Азербайджан встал на сторону Кремля. Что не произошло в сущности. Кремль потерял в этом, потому что Азербайджан по-прежнему сидит на двух креслах турецком, ну, больше турецком и российском. И то, что сейчас вопрос перешел в Брюссель, и вот эта встреча была в Брюсселе, это просто как бы поворотный такой переходный период, который армяне должны понять, принять и двинуться в эту сторону в работе с Европой, потому что Европа сегодня заинтересована в нас как в союзниках. И открывая эту дорогу, да, нефтяную там иранскую, потом это все равно выгодно для Армении. Причем учтите, что каждая территория будет своя, свой контроль, своя таможня, и мы будем контролировать свою территорию, и налоги за эту территорию, да, таможенные налоги, все, мы будем брать. Не Россия будет брать, которая хочет, то есть не Россия, простите, Кремль, которая хочет прийти и контролировать этот кусочек, да, а контроль, вы понимаете, это финансовые оборота. А финансовые обороты будут огромные. То есть те, кто люди в бизнесе, они прекрасно понимают, что экономически Армения просто возрастет. Просто вырастет, она станет государством крепким. Мы сможем тогда тратить нормальные деньги на нормальное вооружение. Не старое поношенное и неукомплектованное оборудование, военное оборудование с от Кремля, а нормальное невооружение. Кстати, вы читали недавно, что Азербайджан нам предъявляет, будет предъявлять иски по компенсации, по использованию приисков. Золотых приисков, медных приисков, мольбен. Они будут нам предъявлять эти претензии. То, что было в Нагорном Карабахе. А вы в Нагорном Карабахе, это таблица Менделеева. Да. Понимаете? А сейчас и Сюник они хотят взять, потому что в Сюнике... Почему их интерес в Сюнике тоже? Потому что там все это есть. Это клондайк. Там и железо, там и все есть. Цинк, все-все, и медь, все есть. И, естественно, они пытаются забрать, а Россия попытается войти туда, потому что контроль над этой территорией, опять же, это миллиарды. Армения, в сущности, имеет все, не имеет... По-моему, даже газ имеет. Если в горах оно есть, его просто надо вырабатывать, добывать. То есть Армения могла бы давно стать крепким, сильным государством, основываясь на своих вот этих... Давайте на этом закончим нашу передачу. Да, извини. И я надеюсь, что Армения после такого удара 2020 года, армянство, по-моему, очнулось от глубокого сна 30-летнего и сейчас встанет на ноги. Я в этом уверена и верю. Спасибо большое. И вам спасибо, что приняли меня. Спасибо. До свидания. До свидания.